Каких клинических рекомендаций необходимо придерживаться, чтобы уменьшить проявление аллергического ринита? Ну, рекомендации будут таковы. Это в первую очередь соблюдение режима сна и отдыха и здоровое питание. Второе – это соблюдение лечебных всех назначений, которые врач дает, выполнение рекомендаций назначения врача и, собственно говоря, приверженность к правильному выполнению терапии. Но, кроме этого, безусловно, клинические рекомендации. Одна из основных рекомендаций, одна из самых основных, самых главных – это по возможности элиминации и устранения контакта с аллергеном. И вот это самый большой камень преткновения, который в большинстве случаев трудно разрешен. Если это речь идет о березе, то, пожалуйста, в марте человек сел на поезд, на самолет, на автобус, выехал в 2-3 области, севернее или южнее, и вопрос разрешился. Там 2-3 недели пока цветет береза, ну, месяц, допустим, его нет. Взял отпуск, его нет. Каждый год я уезжаю в Карелию летом. Почему? Потому что цветет амброзия. Беру отпуск, 2 недели сверху за свой счет, и мне этого хватает. То есть человек жертвует этим самым, каждый год едет в Карелию. Наоборот, из Карелии каждую весну приезжаю на юг. Море еще не прогрелось, Одесса еще не теплая, в листву не оделась, но он находится на юге. Почему? Потому что в Карелии цветет береза, а в Одессе цветут каштаны. С каштанами у него хорошо, а с березой у него не получается. Отсидел в Одессе, уехал назад в Карелию. Здорово. Элиминация произошла. Но если говорить о бытовых аллергенах, это бытовые клещи, это бытовая плесень, это наконец аллергия на животных. Любимцы с ним прожил 10 лет, а как же, куда его денешь? Или не 10 лет, но вот купили собачку, не обследовались перед этим, не было аллергии. Месяц, два, три, полгода прошло, год прошел, собачка чуть-чуть подросла, и привыкли уже, вроде как член семьи, да? А тут начали чесаться, начали чихать и выяснили, что на собачку аллергия. Вот это уже посложнее, потому что собачку девать некуда. Но самый радикальный способ собачке избавиться. Отдать там знакомым, родственникам, продать в приют, ну как уже будет вопрос решаться. Часто густо рука то не поднимается, ну тогда начинается влажная уборка, применение пылесосов, проветривание помещений и так далее, и так далее. Что в принципе позволяет в ряде случаев снизить вот этот порог и быть более нормальным. Мы сейчас не рассматриваем варианты осид иммунотерапии. Значит, в ряде случаев при правильно грамотно проводимой терапии, это уже в моей практике было, сначала вычитал в литературе, а потом уже столкнулся со мной. В своей практике совсем недавно у меня была ситуация, когда женщина-аллергик с аллергическим статусом изначально, зная об этом, завела себе щеночка. И уже через 2 или 3 месяца пришла с таким носом, с красными глазами, все началось, четко вышли аллергия на собачку. Что делать? Ничего не делать, пока мы возились, пока мы там обследовались, пока подготавливались. Ну, делать нужно осид терапию. А у нее проявления стали меньше, 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 меньше. Было принято решение осид терапию, не начинать, понаблюдать, посидеть на антигистаминных. В результате, вот, наверное, уже прошел год у нас нашего общения, и практически она себя живет с животным. И почти там ничего не происходит, если только они начинают в помещении происходить какие-то чудеса. Или собачка слишком радуется, там бегает по стенам и прыгает, или ее там слишком активно вычесывают, или дети начинают подушками друг друга бросать, то есть поднимают вот эту пыль и все остальное, концентрация аллергена становится больше. То есть произошло это непривыкание, это собачка выступила вот этим осид-фактором, иммунным фактором, и, собственно, лекарством для своего хозяина. И аллергия уменьшилась на собаку, и она, думаю, со временем, может, и вообще пройдет у этой женщины. Такая же ситуация года три или четыре у меня в моей практике была, и были отдельных две семьи на кота, та же ситуация. Поэтому, ну, на это надеяться особо не приходится. Это, к сожалению, далеко не всем, это такой исход будет. Поэтому здесь идет речь о эллиминации, убрать нужно аллерген. Ну, как я уже говорил, здоровое питание, которое включает не только питание здоровое, да, но и питание правильное. Потому что аллергия в большинстве случаев, по моему глубокому убеждению, это, в первую очередь, проблема заложена в детстве. Проблема, которая идет на уровне фермента, пати и не только кишечных, и усугубляется нашим неправильным питанием, перенесенными инфекциями, как и медные, атаками на желудочно-кишечный тракт. И, как правило, аллергия, явная аллергия к внешнему какому-то аллергену, ингаляционному аллергену, собака, кот, береза, амброзия, тополь, она, если глубже копнуть, она всегда будет идти, там будут проявления пищевой аллергии. Где-то когда-то на какой-то продукт реагировал и так далее, и так далее. Если копать еще глубже, мы вспомним, что в детстве лежал в инфекционном отделении, там с животом очень тяжело, или там просто на живот слаб был, часто на горшок бегал и прочее, то есть нельзя что-то было дать, нельзя что-то было какие-то, избегали применения каких-то продуктов. Если еще глубже качнуть, то или папа, или мама этим в детстве болели, и дедушка, и бабушка оказываются тоже там, не все чисто у них было, какие-то были пятна на коже там, и чихал часто, заходил в сене и начинал чихать. Поэтому здесь будет и наследственный фактор прослеживаться, он есть. И, как я уже сказал, завязано все будет на этой неправильной работе ферментных систем, поэтому правильное питание, это тоже один из достаточно мощных таких методов сдерживания аллергии, назовем это так. Хотя я придержусь того мнения, ну, это не я лично, это то же самое, есть это в литературе, есть эта статистика, есть эти цифры, которые говорят о том, что от 40 до 50-60% аллергиков могут избавиться от аллергии, исключительно выдерживая жесткие рамки диеты, но долго. Это на протяжении 24-36 и более месяцев. Там жесточайшая диета с ограничениями, позволяющая полностью уйти от аллергии. Это 50-60% больных. Фраза может звучать по-другому. 50-60% успеха вашего лечения будет зависеть от четко правильно выдержанной диеты. То есть это правильно подобранные продукты, правильно приготовленные, вовремя поданные и правильно съеденные в правильном соотношении друг с другом. То есть это уже больше, это не только работа аллерголога, это уже работа диетолога, это работа где-то, наверное, педиатра и терапевта в зависимости от возраста пациента. Но самое главное, это собственный настрой пациента и как он к этому настроен. Потому что часто, густо, но назначение так, посмотрели, диагноз поставили, лечили, обследование написали, лечение, первое слово, диета. И вот тут начинается больше всего противоречий, больше всего сопротивления и даже агрессии это при проговаривании, прописывании диеты. Это, извините, торгуются за каждый кусок, как будто я тут сижу и какой-то палач у них полжизни лишаю. Говоришь, жирное, соленое, копченое, перченое, жареное, из рациона убрать. Все, у человека лицо съехало. Как это? А что я есть буду? Начинаешь перечислять. Можно есть гречку, макароны, бананы, можно есть картошку вареную, мясо вареное и понеслась. Можно? Да, можно, но это же невкусно. И все, и за каждый кусок мы торгуемся, и там торт нельзя есть, все, как будто этот торт изо рта вынимают. Все, я уже враг, уже там, вплоть до того, что жалобу пишут. Такой-сякой там есть не давал. Поэтому вот тут заложено, то есть, когда нужно соблюдать диету, и нужно соблюдать. Это колоссальная разгрузка организма, колоссальная разгрузка вот этой антигенной нагрузки. на иммунную систему. Иммунная система расправляет плечи, отдыхает, и спокойно, остепенившись, разобравшись, пересмыслив происходящее вокруг, начинает работать с аллергеном. А когда, извините меня, ее бьют и там, и там, и там, ты как загнанный бегаешь по кругу, везде проблемы, то есть, основной проблемой так, подбежал, замазал и дальше, оно все трещит и падает, оно трещит и падает. То есть, поэтому диета, это очень важно. Но такие вот рекомендации. Да, это уход за жилищем, повторюсь еще раз, это влажная уборка. Это если там, клещи домашней пыли, плесени, это смена постель на перьевые подушки, на синтетические, ну, синтетических материалов. Это уход за своим питомцем, за своим животным. Не так, что приходишь, у них там шерсть везде на диване, на стенах, по углам уже там носки вязать можно. Они все чихают, а собачка бегает, они не нарадуются. Ну, тряпку вы возьмите, хотя бы там раз в два дня, раз в день с пылесосом пройдите, уберите. Я понимаю, что нет времени, может лень, может устали, но это же ваше здоровье. Снизил концентрацию аллергена, разгрузите иммунную систему, она очень благодарна, она здорово прорегирует. Ну, вот такие рекомендации. А если говорить о диете, алкоголь и кофе исключаются при аллергическом ренте? Вы знаете, если говорить о диете, то кофе это достаточно мощный аллерген считается. Но все индивидуально. Кто-то при аллергии кофе пьет стаканами, кружками, чашками, и ничего здорово, кому-то одной чашечки хватает для того, чтобы его накрыло. Но давайте опять же вспомним, что у нас есть у наших, как бы, есть расовая или еще какая, видовая, как это сказать правильно, предрасположенность к употреблению определенных продуктов. То есть мы четко знаем, это я вывел и со своей практики, и потом уже у своих учителей это тоже подтверждение нашел. Самый яркий пример. Наша барышня в период перед беременностью, во время беременности трескает апельсины бочками. Все хорошо, все классно. Рождается ребенок, у него проблемы аллергии, у него диатез, у него понеслась. Такая же средиземноморская, еврейская или итальянская, или испанская барышня, которая трескает эти апельсины ведрами, бочек у них нет, они в ящики их грузят, да? Она их ящиками трескает. У нее нормальные здоровые дети бегают, и никакая чума не берет, понимаете? Есть генетическая предрасположенность к употреблению определенных продуктов. Поэтому мы в первую очередь исключаем продукты, которые пришли к нам недавно. Кто к нам недавно пришел по истории? Картошка недавно, Петр Первый завез, да? Апельсины так вообще при Советском Союзе там раз в год из Грузии приходили. Это вот в 90-е годы они круглый год зашли и лежат, то есть совсем недавно. Кто еще? Томаты, помидоры к нам тоже, как и картошка. Поселеновые мы стали совсем недавно употреблять. Синенькие тоже, это пришедший к нам из Америки ядовитый продукт, который нужно исключать в первую очередь. То есть они генетически нам, ну, немножечко, как бы сказать, чужеродные. Потому что находясь на определенной территории, в постоянном ареале обитания, у нас вырабатывается определенный ферментный набор. Если взять уже более глубоко, копнуть, давайте вспомним расовое различие вот эти азиаты и европейцы. У азиатов с лактазной недостаточностью проблемы, там, к трем годам почти все молоко не переносят. И у них культура молока, поэтому нет потребления. А у европейцев, чем более европейзированный, тем более молочно-едящий, скажем так. Поэтому тут все очень тонко. Кофе это один из недавно пришедших к нам продуктов. И поэтому он, скажем так, в большинстве случаев будет противопоказан. Опять же, какому кофе отдавать предпочтение? Уже знают четко по своей практике. Растворимый кофе можно забыть до конца жизни. Это яд для организма полнейший. Кофе, приготовленный в кофе-машине, я своим пациентам, пусть на меня там производители кофе-машины обижаются, там, бармены, почитатели этого напитка, но я говорю, на ту полочку в своем сознании, где вы поставили растворимый кофе, вот туда же можете засунуть кофе-машину. Потому что быстрое вот это паровое приготовление не обеспечивает полной экстракции зерна, не выходят все необходимые вещества, которые нужны, не проходит тех кратковременных даже, скоротечных химических реакций, которые происходят при заваривании кофе. И, извините меня, не московской заваркой, которой ты турку бросил и побежал зубы чистить, не успел пасту на щетку намазать, а турка уже упала, потому что вскипела. Нет, так не годится, это как турки на песке или на маленьком огне, медленно идет разогревание, медленная экстракция, медленное поступление веществ в воду, они успевают между собой прореагировать, то, что нужно, выходит в каких-то более-менее нормальных пропорциях, вы знаете, на этот кофе аллергии гораздо меньше. И вот такой кофе, долго заваренный у меня, аллергики, кто вот со стажем, но не могут, говорю, кофе какао убрать, все, а кофе, убирайте, что хотите, оставьте кофе, хотя бы чашечку по утрам, говорю, тогда заварной, а у меня модная кофемашина там за полторы тысячи долларов, я говорю, туда дейростворимый, отправляем. Все, перешли на турку, хорошую глиняную турку, которая долго разогревается, которая медленно все это, все, они пьют кофе, и вы знаете, то есть это лишнее подтверждение тому, что все-таки диету нужно соблюдать, рекомендации по диете нужно соблюдать, и это какой-то логический смысл имеет. Что касаемо алкоголя, но алкоголь это достаточно агрессивная такая среда, достаточно агрессивный продукт, тут тоже можно рассказывать отдельную лекцию, отдельно давать информацию. В первую очередь исключаем какой, алкоголь цветной, это из красных сортов винограда, это коньяки, джинны, виски там и прочее, однозначно уходят, они содержат в себе вещества этих растений, которые нельзя, мы не знаем, там есть этот набор, это только производитель у себя там в секретных этих самых рецептурах имеет. Значит, один из вариантов можно было бы, скажем так, ну и в своей практике буду говорить, допустить применение водки в употреблении в этот период, да, но опять же, какого количества? Если говорить о том, что в европейских стандартах там 150 миллилитров красного вина хорошо, там 30, 50, либо 60 миллилитров крепкого напитка, 38-40 градусного, тоже, мол, нормально организм пропускает, может быть, но тут нужно еще смотреть качество напитка, потому что спиртовые напитки, это быстро проникающие, они липидорастворяющие, они быстро проникают в кровь, быстро проникают в организм, и что мы имеем? На сегодняшний день, я когда вот прошлым летом, где-то в июле месяце узнал о пятом компоненте водки, которая продается на привалках магазинов, я ее теперь вообще не пью. Ну, я она там себе позволяла, да, там, ну, дело такой привычки и культуры, и традиции, сейчас вообще я ее на запах переносить не могу, вот как-то уже себя настроил. Вот, пятикомпонентный, то есть, Дмитрий Иванович там в гробу бедный переворачивается, с его вода и спирт пропорции, уже это давно ушло никуда, водка это соусированный продукт, пять компонентов, извините меня, производитель туда ложет, то есть, о какой чистоте продукта говорить, и какая польза это, то есть, уже тоже нельзя, все, пиво нельзя, единственное, может, остается кислое, белое, сухое вино, и то в ограниченном, белое вино, и то в ограниченном количестве, которое, ну, надо индивидуально смотреть. Шампанское тоже продукт соусированный, многокомпонентный, там и виноградное вино, и какой-то ликер добавляют, еще что-то туда, то есть, ну, хороший вкусный напиток, но соусированный, тоже нельзя, поэтому вот эти соусированные какие-то мешанные продукты, цветные продукты из рациона убрать, что остается? А ничего не остается, поэтому лучше не применять в этот период спиртного, так будет и голова светлее на мир смотреть, и эффект от лечения будет лучше. Субтитры создавал DimaTorzok